И направление в оркестр Минобороны. Еще вчера курсанты, сегодня офицеры получают дипломы военных дирижеров. В качестве награды за высокий профессионализм торжественная церемония на Соборной площади Кремля. Затем плацконцерт. Перед выступлением месяц напряженных тренировок. Хотя музыкальному опыту курсантов позавидует любой профессиональный музыкант. Парада победы на Красной площади и выступления в крупнейших концертных залах мира. Сюда приходят из военных училищ и с гражданки. Последним приходится непросто. Здесь творчество по графику. Здесь все расписано. Те, кто с гражданки приходят, действительно не сразу привыкают. А впоследствии учишься, как бы каждый творческий человек учится себя настраивать, творить именно вот в данный момент. Выпуску 2004 – большая честь. Накануне перед вручением диплома впервые за 30 лет выпускной концерт на сцене Большого зала Московской консерватории. Это мало построить парами, распушить пуштания Никанты. Все совдепы не сдвинуты армией, если марш не дадут музыканта. Это у Маяковского. Вопускники военной консерватории и марш исполняют виртуозно, и за более серьезные произведения берутся. Рахмани, Новчайковский, Римский, Корсаков и современные композиторы в основном в репертуаре оркестра. И стрелять, и танцевать, и достойно вести себя в обществе. Курсантов военной консерватории обучают покатитеров 19 века. Они и военные, и музыканты, но больше все-таки они музыканты. Сегодня торжественный выпуск в Кремле, а завтра дирижеры отправляются на место службы. Десантные, пограничные, морские и летные войска. Нести культуру военные массы. Галина Филоненко, Роман Михайленко и Александр Аненков, Первый канал. Представьте, как это было. Вольский Сергей Сергеевич. Скажите, Сергей, а вообще почему вы решили, да, выступать военным дирижером, военным музыкантам? Ну, дело в том, что эта профессия моя передается по наследству. Мой дед был военнослужащим офицером, мой отец был офицером. Вот я сейчас, уже завтра буквально стану офицером. И как бы хотелось совмещать, можно сказать, приятность с полезным, так как все-таки музыка – это у многих людей хобби. Когда хобби совмещается с своей профессией, с работой, думаю, это замечательно, получается по жизни. Родители у вас были не музыканты, просто военные? Родители – нет. В семье у меня никто не был не музыкантом. Но вот вы как считаете, вот вы прежде всего музыкант или военный? Я бы сказал, когда нужно больше в себе проявлять, можно сказать, военную жилку, то в определенных случаях я больше военный. Ну, на репетициях с оркестром, при проявлении каких-то определенных профессиональных наклонностей, конечно, приходится больше быть музыкантом. А дальше что хотели бы делать? Где хотели бы? Хотелось бы какой-нибудь коллектив. И, конечно же, чтобы была широкая концертная деятельность. Было много работы, особенно, конечно, самое главное – наша профессия. Сегодня духовой музыка не совсем воспринята, популярна. Вот мы этим занимаемся. И думаю, что последние пять лет, благодаря общему поднятию жизненного тонуса, скажем так, военных оркестров, военная музыка набирает свои обороты, как это было 20-30 лет назад и в далекой-далекой древности. А какую музыку играете? Вот военная музыка играете. И что? Марши только? Или это какие-то произведения, поднимающие, там, не знаю, военные солдаты или социальные? Во-первых, концертная деятельность оркестра заключается в обеспечении не только самих концертов, но обеспечении культурно-массовых мероприятий, спортивных. И вообще тесно связано с жизнью не только вооруженных сил, конкретно воинской части, где военный оркестр находится, но и с жизнью города, в котором этот оркестр очень тесно всегда идет контакт самокомандования оркестра с мэрией, с администрацией города, и постоянно все праздники, все какие-то торжества без участия военных оркестров не проходятся. Следовательно, музыкальный материал, который мы играем, воспроизводим, очень обширен, начиная от классики, классической музыки, переложений для духового оркестра и заканчивая, можно сказать, популярной, которая сейчас звучит на радио, на кино, на телевидение. Духовому оркестру все по силе. Ну вот вы сами, Сергей, что больше взяли? Нет, конечно, в первую очередь это классическая музыка, так как все-таки популяризация классики должна быть, она развивает человека во всех его проявлениях. Ну и во вторую... Ну для души, для себя, что? Для души, ну это, конечно же, классический джаз, музыка военных биг-бендов, Глена Миллера. Ну, я бы еще, определенную часть, есть что-то связанное с русским, можно сказать, с русским роком. Вот, и опять же, были определенные попытки переложения русского рока для духового оркестра и вполне удачные, и среди публики нашли свое проявление. Ладно, хорошо, спасибо большое. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Для нас это понятие «совмещенное». А что было труднее? Было очень трудно совмещать. То есть мы проходили все военные дисциплины в полном объеме. У нас были и лагеря, и стрельбы. Ну, все по полной программе. И, знаете, музыка, они требуют очень кропотливой работы над собой. И вот совмещение этих двух началов было достаточно сложным. Да, конечно, мы получили полноценные военные знания. Ну, прежде всего, нам довелось поучаствовать в парадах на Красной площади, посвященном годовщинам победы для человеческой войны. Причем неоднократно. Это, конечно, событие для каждого из нас. Кроме того, нам часто выступали в концертном зале «Россия», в Кремлевском дворце, в том числе и на правительственных концертах перед первыми лицами нашего государства. Это, конечно, очень запоминалось. Ну, и, естественно, все наши выступления концертные, которые мы давали в различных городах, в Подмосковье, здесь, в Москве ездили. Конечно, для нас это тоже значимый. Мы всегда были рады выступать, общаться с людьми, дарить свое искусство. Да, опыт большой. Да, опыт большой. Я хотел бы заниматься творчеством, работать с музыкальными коллективами. Ну, а там посмотрим. А еще один дизорог. Само-само. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ